Дегустация еды родителями, увеличение зарплаты поварам, меню на выбор. За последние полтора года в системе школьного питания происходят большие перемены. Напомним, задачу сделать его качественным и горячим в 2020 году поставил президент страны. В Татарстане запустили республиканскую программу по ремонту пищеблоков. Только в прошлом году в порядок их привели в 196 школах. Обновлений ждут еще более 300. Мы надеемся и уверены, что хотим предложения, чтобы программа в 2023 году и в последующих годах была продолжена. Но также учтена и программа капитальный ремонт, которая предложена и на уровне Российской Федерации. На уровне Российской Федерации на 5 лет капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. Чтобы в первую очередь, конечно же, в эту пятилетнюю программу были включены школы, в которых действительно требуется капитальный ремонт пищеблока. Жалоб по вопросам питания в этом учебном году меньше, но они остаются. Родители пишут, еда холодная, у начальных классов в меню нет супа, времени на обед мало, нарекания есть и к качеству блюд из мяса. Бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах были обнаружены в пяти школах. Это Альметьевск, Нурласский, Заинский, Менделеевский и Новошешминский районы. Напомню коллеге, что в первую половину прошлого учебного года таких школ с нестандартными результатами, это значит, что бактерии группы кишечной палочки были в блюдах, было в 81 школе. Но и сейчас на столы к школьникам нередко попадают блюда из просроченных продуктов. Так, во время проверки в Буинской гимназии обнаружили сметану и молоко с истекшим сроком годности. В одной из менделинских школ – котлеты, в Мамадышском – крупы. А в Пестричинском районе картофель оказался с превышением нитратов. Одна из наболевших проблем, которая напрямую влияет на качество школьного питания – недобросовестные поставщики. Нередко они привозят в школу фальсифицированное сливочное масло и другие продукты непонятного происхождения. Их регулярно выявляют, вносят в условный черный список, однако они снова оказываются в школах. Их комитет по закупкам ввели в реестр недобросовестных поставщиков. Их ограничили в проведении, в участии тендерах в бюджетные учреждения. Но многие из них из этого списка, Марат Горчич, надо сказать, здесь нет. Они просто переименовались. За три дня переименовались в иное юридическое лицо и успешно продолжали участвовать. У нас же принцип такой. Кто дешевле предлагает, тот и выигрывает. Но не всегда бывает дешевый продукт, только качественный. У нас система изменилась в качестве проведения тендера. Если система не изменилась, мы в корне задачу, значит, пока не решили. Поваров в школах не хватает. Зарплаты, несмотря на повышение, по-прежнему остаются неконкурентными. Острее всего проблема в сельских школах. Здесь в штате обычно один повар. В случае болезни готовить еду детям уже некому. На этот случай депутаты предлагают возможность бесплатно повысить квалификацию сотрудникам кухни. В основном, конечно, у нас работают подсобные рабочие на сельских территориях. Это граждане предпенсионного возраста или пенсионеры. И в рамках национального проекта «Демография» возможно бесплатное обучение этой категории людей. Поэтому здесь возможно обучить подсобных рабочих повысить квалификацию на поваров, что в последующем возможна замена, безболезненная замена повара. Как по квалификационным характеристикам, так и он получит заработную плату повара, которого будет заменять. Устойчивая тенденция к ожирению среди школьников – еще один насущный вопрос, который сегодня волнует депутатов. Второй вопрос. Дополнение потешной подозвученной цифры ожирения среди детей. Что будут делать? В отношении ожирения я затрудняюсь к ответу, потому что это привитие навыков здорового питания детям, а главным образом родителей этих семей, потому что мы все понимаем, что все мы родом из детства, и то, что кушает семья, то, что отражается на ребенке. Прививать школьникам здоровые привычки, в частности в питании – глобальная задача, которую ставят перед собой и депутаты, и те, кто составляет школьное меню. Именно поэтому в некоторых столовых выпечку стали продавать во второй половине дня. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.